Привет, друзья! У меня сегодня для вас настоящий монстр. Это Е3. Это Е3 на интересном оборудовании. Дело в том, что полевая модернизация и боновая турбина, которая выдается за ранговые бои, дала Е3 новую жизнь какую-то. То есть он всегда был более-менее неплох, всегда был интересен, но сейчас, ох, сейчас можно поставить закалочку во второй слот, да, сделать с помощью модернизации второй слот профильный на живучесть, сделать, поставить закалочку, поставить сюда боновую турбину, и того у нас получается. Плюс там, сколько, 5 или 6 километров к максимальной скорости, я уже совсем забыл, 6, по-моему, к максимальной скорости вперед. Удельной мощности вроде как хватает, не хватало именно максималки. ХП-шек, смотри, 2310. ДПМ лютейший с боновым досолом, в общем, это реальный-реальный монстр. Посмотрим, как сегодня будет его реализовывать Вольфхард. Недавно уже я показывал бой его на М4-54 именно на этой карте. Недавно бой также был от Ликвидатора тоже на этой карте. Посмотрите, Эрленберг это какая-то, не знаю, читерская карта. Последнее время на ней слишком много настрелов, да. Просто вот, наверное, из последних 5-6 видосов, 3 рекордных сыграны именно на Эрленберге. Так что, ребят, попадайте на Эрленберг, сразу готовьтесь настреливать 10, 11, 12 тысяч урона. Удачи, без комментариев, да. Я попадаю на Эрленберг, все, что я могу. Ну, хоть что-то настрелять. Не сдох, уже хорошо. В общем, Вольфхард играет, ссылка на его канал есть в описании, стримит. Этот бой вроде на стриме сыгран. И надо сказать, что это его рекордный бой по настрелу за все время. Тут более 12 тысяч будет настрелено, по секрету скажу. Если в названии там где-то на превью не заспойлерил. И давай смотреть, как он это делает. Он попал еще в Эрленберг режим штурм. То есть, кстати, как вообще сейчас, как с катком пробил. Да, я, конечно, понимаю, что и третий лютый монстр со своими 375 пробития под калиберами. Но там СТ-1 практически прямо стоял. Как там? Ладно, в щеку. Но куда-то пробили же его в каток. Это вообще жесть. Бедолага на СТ-1. Просто как же он хотел потанковать. Он просто был из тех парней, что хотели жить. Он просто хотел жить. Но, кстати, на третьем, к сожалению или к счастью, отправил нашего друга на СТ-1 в следующий бой. Совсем сбился с мысли, да? Совсем был со с мысли. В общем, да, про Эвлика говорил немножко. Ссылка на канал есть в описании. Бой вроде был сыгран на стриме. И попал... А, вот, все. Вспомнил. Попал Эрленберг режим штурм. То есть, здесь всего лишь 10 минут дается на бой. 10 минут. То есть, рекордный бой будет сыгран менее чем за 10 минут. Спойлер. Там даже будет менее 9 минут. Много спойлеров. То есть, какой-то колоссальный настрел за такой короткий промежуток времени. Ну, уже, в принципе, 3,5 настрелили. Но уже на ровном месте. Там попрокаточки дали. СТ-1 забрали. Здесь что-то подставляется молодой человечек. Подставляется, подставляется. Думает, сейчас танканет. От башни играет. От башни, ребят, играет против 375 пробития. Там даже в маску пробивается. Ну, здесь, посмотрите, просто еще один такой же Кабан. Еще один такой же Кабан на Е3. Помимо этого, еще Як-Панзер. Но грамотное вытанковывание. Грамотное. То есть, сначала успели и по Е3 в каток дать с дамагом. И Ягу танкануть. И, в общем, уже 3000 натанковано. Уже 5000 настрелено. И где там Яга? Что ты там? Перезаряжаешься 20 с лишним секунд. На, врубочку тебе на 670 под калибером. У Яги танкануть очень мало шансов. А вот нашего Е3, даже когда, вроде казалось бы, можно там НЛД выцелить. Но все равно. Там надо попасть в определенную часть. Да, еще пробить. То есть, даже такой танчик с такой пушкой, как Як-Панзер. Не каждым шотом далеко нас пробивает. У него уже было 2 попытки. Ничего не удалось. Здесь, конечно, хочется Ягу добить. Пока что она КДшная. Но Вольфхард понимает, что если он сейчас дальше проедет. То вот как раз отсюда, там 430-й, может, СТРВ-хо дадут в борта. И это будет не совсем приятно. А Е3, посмотри, увидел. Увидел, что мы отстрелялись. И пытается на нас выйти. Но не тут-то было. Союзник на каток ставит ВАЗик. Вообще, а нет, это, наверное, 50 ТП дал. 50 ТП. Просто я слышал, что ВАЗик стрелял. Наверное, 50 ТП поставил на каток. И уже 7000 настрелено. Я вообще не заметил, как это произошло. Вообще не заметил. Вроде по Яге там две тычки. По Е3 ему две тычки. О, СТРВ. СТРВ приехал родной, получается, с одной тычки. И сейчас со второй будем добивать, походу. Походу будем добивать, если он не уедет. Главное, чтобы по нему никто не давал. Перезарядка с боновым досылателем. Там что-то в районе 12 секунд получается. Ну, конечно, да. Конечно, да. Будем добивать. Будем добивать. Скажите это ВБРу плюс-минус 25. Ни хрена не проходит. Альфа. Ой, счет 4-2. Счет 4-2. А у нашего героя уже почти 9 тысяч урона. Единственная проблема при таком наборе, наверное, на Е3, это то, что нету ничего на точность, на время сведения. Так же, как вот на Бабахе у меня приходится, да. То есть на Бабахе хочется как бы поставить и турбину боновую. На Бабахе хочется поставить и досылатель тоже, чтобы не кдшиться там 26 секунд, кдшиться какие-нибудь 21. Вот, поэтому тоже вот как бы хочется сюда и приводы, там, механизмы поворота, какие-нибудь прицел, что-нибудь поставить на точность. Но ничего, к сожалению, этого мы не можем поставить. Потому что что? Потому что досылатель, чтобы ДПМ был максимальный, да, чтобы перезарядка как раз в районе 12 секунд была. Досылатель, турбина, закалка. На сведение ничего нет, сводиться приходится долго. И посмотрите просто, вот ИС-7 вроде как бы стоит бортом, но его пришлось выцеливать. Потому что там куда-то, куда-то можно было не пробить вообще как. 370 пробития, танчик стоит бортом, там, 400 метров расстояния. Куда нахрен там можно не пробить? Вот, видите, да, обратите внимание, сведение, сведение, ну, сведение нашему герою не надо. Зачем сводиться, если попадаешь в вертухи 430-му в башню, ты 54Е1 вот так вот попадаешь. Нет, сведение не надо. Сведение не надо, надо ДПМ максимальный просто вот на турбо скорости куда-то туда ехать. 11 тысяч уже настреляно, хп-шек практически вообще не потеряно. Просто практически не потеряно хп-шек. То есть как бы, да, закалка нужна, закалка крутая. Там нам с закалкой каток не сбивается одного шота. Что, ой, как же сочно, как же сочно. Я думаю, наш герой в этот момент хотел, чтобы просто все союзники внезапно там, ну, стали ваншотными, где-то стояли, никакой урон не наносили. Но, к сожалению, это не так. Но зато 55-очка немножко ошибается. Вместо того, чтобы поехать вперед, она откатывается куда-то назад. И еще туда даем 12 тысяч 375 урона. К сожалению, к сожалению, вроде противников много, да, было еще целых 6 противников. Но суммарно на 6 противников оставалось меньше 1000 хп. То есть все ваншоты, все недобитки, эти ТВП-хи недобитые. Но посмотрите просто на цифры. Посмотрите на цифры. Ой, здесь поторопился, здесь поторопился, немножко пожадничал. Сейчас бы было на 300 хп больше урона. Было бы 12 600. Посмотрите на эти цифры прекрасные. Просто 12 300 урона. 9 тысяч натанковано. 9 тысяч. Причем, ладно, еще я понимаю, если бы наш герой как бы вытанковывал от каких-то рельефов, да, спрятал на НЛД. Но нет, это карта, где, ну, очень мало рельефов. То есть всегда противники видели его НЛД. Всегда они его видели. Но пробить не могли. Да, еще и тысяча на света. То есть это Е3 дико рандомный танк. Вот ты вроде видишь эту НЛД. Но как ее, блин, пробить? Как попасть именно в эти зоны? Не всегда получается, не всегда удается. Давай смотреть результаты боя. По результатам у нас мастер. Ну, как бы кто-то сомневался, что здесь будет мастер. 1500 чистого опыта, блин. На ПТшке 10 уровня. Тысяча на света. 9 тысяч на танкован. 12 тысяч урона. Тут всякий невозмутимый. Поддержка. Стальная стена. Основной калибр. Танкист-снайпер. Медалей. Пал на грудь. Ну, слишком легкий еще бой оказался. То есть союзники все жили. Противники все подумирали. Слишком быстро наш герой настреливал урон. Поэтому союзники не успевали сливаться. Не успевали сливаться за это время. 20 выстрелов. 17 пробитий получилось. Как на фаше не получилось у ликвидатора. Где 31, по-моему, из 31. Ну, здесь 17 из 20. В принципе, с учетом того, что нету ничего на точность. Ни прицела, ни приводов, ни механизмов поворота. Вообще ничего. Результат по попаданиям, пробитиям довольно хороший. В общем, да. Я советую, ребят, вам тоже вкачать Е3. Но желательно, конечно, иметь боновый турбонагнетатель. Для этого надо ранговые бои проходить. А скоро, получается, когда эти ранговые закончатся. Там, 3 сезона. Там же можно будет еще и боновую закалочку получить. Ух-ух-ух. То есть у Е3 будет еще больше хп. Ну, мне срочно надо... Ну, не то, что надо. Но прям захотелось стрим на Е3 сделать с такой сборкой. Ставьте лукаса и пишите в комментарии. Если хотите данный стрим от меня, попробую на Е3 вознагнуть. Какие-нибудь там отметочки 100% добить. Ну, 3 отметки-то есть, понятное дело. Вот. Если вам понравилось, так же ставьте лукасы. Пишите в комментарии, что думаете по поводу Е3 в нынешних реалиях. Пишите в комментарии, стоит ли данный стрим сделать. И увидимся в следующих видосах и стримах. Всего доброго. Пока-два. Субтитры сделал DimaTorzok